Короткий, но очень разрушительный ураган пронесся в эти выходные по Нижегородской области. За 5 минут сильного ветра, скорость ветра достигала 23 метров в секунду, были повалены тысячи деревьев, а отключение электроэнергии произошло в 84 населенных пунктах. Без света остались десятки тысяч человек. Пожалуй, наиболее сильные разрушения произошли в Сокольском районе. Туда сегодня и отправилась наша съемочная группа. Длилось это примерно минут 5-10, наверное. Ветер сильный, прям сильный ветер. Очень много деревьев упало, прям не пересчитать. Всю дорогу перегородила. Кладбище вообще заболело. Сегодня мы приехали с мужем, он пилил, я вот таскала. Сейчас там тоже пошла к бабушке проверить. Там уже все в ограде лежит, туда уже не проливы. Встретились две тучи огромные, они столкнулись и водоворот, и понеслось. По всему Сокольскому району. Вот ужас. Это сколько повырывало всего с людям, вообще много рвоты. Машка посмотрите, видно все крыши, вон там крыши. Все вскрыло, да? Почти все. Ветрище было ужасное. Ливень ужасный. И минут 10, наверное. Все длилось, да? Быстро оно моментально прошло. И вот суббольное поле у нас пострадало прилично. Что могли мы пока на первое время сделали? То есть ворота сломались напрочь, забор упал сзади весь. То есть будем сейчас вот восстанавливать. И сиденья подлетали, потому что ворота улетели прямо на трибуну. Будка, вон там у нас было помещение для медика и диктора. Она улетела вон там в куче. Улетела туда. А ворота вот эти с той стороны прилетели на трибуну. Не здесь вот они были, а вот там. Для ЦРБ вот, как видно, у нас повалило деревья. В принципе, каких-то либо повреждений, которые требуют материальных расходов, у нас нет. То есть крышу у нас все выдержали. Вся кровля у нас перенесла, стойка все. Но не было, конечно, электричества, не было воды. Но благодаря оперативным действиям с Сокольским РЭСом быстро был поставлен бензогенератор дополнительный. То есть в корпусах был и свет, и в дальнейшем уже подключили воду. Сорванные крыши, порядка 43 домов многоквартирных. Это частный сектор, сорванные крыши. Это сорванные разломанные постройки, то есть бани, сарайки. Слава Богу, обошлось без жертв. А сейчас все силы брошены на то, чтобы восстановить электроснабжение. И во все дома пришла вода в обязательном порядке. И потом уже перейдем, конечно, к кладбищу. Это у нас уже на пятницу объявлен субботник, где мы сейчас во всех средствах массовой информации призываем население, которые ответственно отнеслись к тому, чтобы все-таки прийти и благоустроить всем миром, всем народом это кладбище. Кстати, от этого урагана пострадали 9 районов области. Во всех еще ведутся восстановительные работы.